Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Киев, который проходил в Дании Не оправдались ожидания Многих наших болельщиков, это практически всех Ну давайте начнем, Михаил, с того вообще Что это было, 7-0, 7-0, потом 6-0 И потом вот это вот все, что мы Наблюдали в течение двух недель Я в отличие от обыкновенных Болельщиков всего этого ждал Конечно, в глубине души всегда надеешься На лучшее, что вот Сложатся, вратарь потащат Нападающие забьют, а у тех мазил Они не забьют, и мы все-таки что-нибудь выиграем Но объективно состав Был послабее, чем в прошлые годы Из НХЛ звезд не приехало Ни Овечкина, ни Малкина, ни Бобровского Ни Василевского, ни Кузнецова То есть половина из перечисленных игроков До сих пор играют в Кубке Стэнли И, конечно, можно говорить сколько угодно Там не смогли, но Всегда должны быть звезды В любом случае, которые вытащат Не оказалось, ну и тренер, он впервые работал Его назначили за две с небольшим недели До начала чемпионата мира В авральном режиме Он, конечно, старался Ну и там, конечно, были позитивные моменты Но результат плохой Худший за пять лет И, конечно, добавить нечего Можно говорить, что там где-то играли неплохо Это смотребельно Но мы обыгрывали слабые команды А всем сильным мы проиграли Вот Мне кажется, подробнее можно разобрать Будет у нас сейчас небольшой перерыв, друзья Но затравочку мы такую сделали Будем сегодня обсуждать Прошедший чемпионат мира по хоккей В гостях у нас Михаил Зислис Ну, пару-тройку минут, да, и мы вновь вернемся к вам Это телерадиоканал «Страна.ФМ» и программа «Стране о спорте» Вот тут мужчина задал мне свои типичные вопросы, да, по поводу хоккея Как я там смотрела, что я там видела А я не смотрела совершенно Но ничего, вы сейчас все мои пробелы запомните И я постараюсь все это запомнить Да, друзья, у нас корреспондент издательского дома «Спорт-экспресс» Михаил Зислис в гостях Ну что, Михаил, я хочу откатиться вот к чему Я хочу откатиться к тренеру То есть к знарку Все-таки в итоге что случилось? Он ушел сам? Ну так простым языком? Или все-таки его попросили? В итоге-то как оно получилось? По официальной версии везде подается психологическая усталость Но я думаю, что... Ну и он сам об этом, по-моему, говорил тоже, да? Ну, во всяком случае, нам так преподносили, что якобы он сильно устал Он сам не говорил Это дипломатическая обтекаемая формулировка Понятно, что с такого хлебного места, которое тебе приносят почести Сам никто не уходит И там был конфликт с одним из руководителей Федерации хоккея России И вот вылилось это в итоге вот в такую обтекаемую формулировку Я не знаю, насколько там был конфликт серьезным или нет Но факт то, что именно он был катализатором А не отнюдь не какая-то психологическая усталость и так далее Естественно, вот ситуация получилась Она форс-мажорная, авральная, как угодно назовите Но вот я даже смотрел специально всю российскую историю А там, поверьте, в 90-е годы там происходило разное Там замечательные вещи, в кавычках То есть и какие-то косяки, скандалы, федерации и так далее Но чтобы тренера назначали в последний момент Вот перед самым турниром даже тогда не было такого Поэтому здесь от этого надо отталкиваться Я почему хотел спросить Леру Ну ты же вот смотришь на мужчину, да? Вот чисто женским взглядом Тебе не обязательно понимать Вот разбирается он там, как схемку рисует Что он хоккеистам говорит Ну вот смотришь, вот это можно верить Он за собой команду поведет или нет Я бы тебя хотел спросить Ты Воробьева имеешь в виду? Да, вот, и помощников А ты даже не видел, и, к сожалению, мне сложно Вот, всегда нужны женские взгляды Сейчас прям человек такой стоит, говорит, ухожу я от вас Вот прям от вас продам все равно А я на вопрос Микайлу не могу ответить по причине гендерной Это понятно, конечно, не из этой истории Ну, не, ну все равно, вот у нас как-то вот такое, мне кажется, в менталитете есть Что лучше перетерпеть, что лучше в какой-то момент сделать вид, что ничего не произошло Сделать дело, а потом уже обижаться и расходиться Почему на этот раз Миш, я потом подхвачу вот Леру Все-таки, ну, все-таки знарок имеет статус человека, тренера Который принес долгожданные впервые за много лет олимпийские медали Даже дело не в Олимпиаде На всех турнирах, когда он руководил сборной Команда была в призерах Там можно сколько угодно сейчас говорить Где-то соперники были не очень К нам звезды приезжали, к ним нет Но вот всегда есть результат Где-то бронза, может быть, она Не самый лучший результат был на тот момент с таким составом Но, тем не менее, если брать те годы, что он работал в сборной Даже на Кубке мира вышли в полуфинал Это хороший показатель Приграли только Канаде Причем два периода было на равных Результат у него был Да, он с журналистами общается Там, не знаю, как собаки с людьми Там, да, лает на них Ну, и не только журналист Да, ну, вот у него такой характер Не только он, но с чем вот так Вот, но я за это его не осуждаю Вот, ну, что осуждать человека, у которого так жизнь сложилась, такое воспитание Это данность Но простой болельщик, он же отталкивается не от этого А дает ли человек результат? Какой хоккей команда играет? Результат был, хоккей более-менее тоже был нормальный Ну, не всегда На Олимпиаде было, конечно, страшно Но выиграли в итоге Поэтому я не могу понять решение Зачем его было убирать до чемпионата мира После чемпионата мира, пожалуйста Это было бы логично Ну, в общем, на самом деле, никому особо не понятно Я думаю, что непонятно будет теперь уже никогда Поскольку время уже прошло И вряд ли об этом кто-то будет еще думать Друзья, мы прервемся ненадолго и продолжим нашу программу «Стране о спорте» здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ» Ох, совершенно нетрудно и очень интересно говорить о спорте Когда в гостях корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Зислис Еще раз доброе утро Доброе утро Говорю это с усилием Потому что не привык вставать рано Такой у меня образ жизни Режим работы Дается мне это, не знаю, с таким колоссальным трудом Ну, я вам одновременно сочувствую И всем тем, кому приходится приезжать на работу к девяти Ничего, ничего, сейчас пару троечками Это все будет у тебя в полном порядке Вот интересно, да, что жизнь человека связана вплотную со спортом А он стопроцентная сова И вот встает вот еле-еле Нет, чтобы прямо уху-ху Это не скажешь Бодрячко, между прочим, Михаил держится Зарядку-то держится Слушай, мы говорили про тренеров, да? Давай поговорим про игроков все-таки Про играющих мы говорим позже Я хотел вот о чем спросить Малкин, Овечкин, понятно, почему не приехали Почему не было Ковальчука И почему не было, ну, например, Радулова У меня нет ответов на некоторые вопросы Потому что стандартное оправдание У человека истек контракт Ему надо, ну, у Ковальчука истек контракт со СКА Он будет подписывать с клубом Монхэл Скорее всего, это будет Нью-Йорк Рейджерс Там существует предварительная договоренность Объявлять можно только позже Когда сезон закончится Когда откроется рынок сабонных агентов Но раньше отсутствие контракта Многих игроков не останавливало От приезда в сборную Там помимо Ковальчука Еще Воинов, например, который тоже СКА покидает Его тоже нет У нас возникают вопросы, а почему его нету? Но никто внятно ответить не может Потому что, повторюсь, раньше люди приезжали Было, может быть, престижно Может, приезжали к конкретному тренеру Я не знаю Может быть Не знаю В воздухе другая атмосфера была Мне сложно сказать Но это вот факт И, конечно, один раз Мы знаем, что один раз Это один раз, да? Но если это повторится в следующем году Останется руководство сборной прежним И я думаю, что тренерский штаб Скорее всего не изменится Просто потому что некого нового брать Слушай, я почему спросил И если будет два года подряд Тогда уже все плохо Ведь Ковальчук из серии тех спортсменов Которые, ну, практически в одиночку При помощи команды, естественно Могут полностью переломить ход игры И такое же не раз бывало Я же прав или я ошибаюсь? Ну, конечно, он все-таки С возрастом Но он мог сделать игру, реально Ну, по крайней мере, в большинстве Да, у нас в решающих матчах В большинстве были проблемы Он мог помочь И все равно Сезон у него хороший был И я думаю, что он сильнее Там, сколько у нас нападающих Там было задействовано 14 Да, он сильнее там 12-100% Вот и все Почему нет? Вот есть Официальная формулировка У него истек контракт Будет подписывать Радулов давно конфликтует С руководством сборной Я не знаю, почему Радулов вообще непростой парень То есть К нему нужно подход находить Но это, опять же, вопрос К тем людям, которые не могут найти подход Поверьте, что Ни один хоккеист У него нет негатива к сборной Все готовы играть Но все хотят приезжать Играть Выигрывать И находиться в комфортных условиях То есть Чтобы никто там не стоял с палкой Какие-то претензии не предъявлял Что-то еще Вот к Быкову приезжали Вячеслав Аркаевичу Почти всегда звезды НХЛ практически все К Знарку тоже многие приезжали Михаил, давай сейчас прервемся У нас нужно срочно прерваться Там, друзья, несколько минут И вновь программа Страна о спорте Продолжится на телерадиоканале Страна ФМ Будьте здесь Всем доброго утра Страна ФМ И Спорт Экспресс Представляют Стране о спорте Лайф Ох, что мы только не обсуждаем Но не все темы спортивные Не все темы эфирные Большинство не спортивные Как вы За эфиром Не спортивное поведение Да, практически Ну что, давайте вернемся к хоккею Вы так хорошо вообще разговариваете Ты задаешь умные вопросы Ты задаешь умные ответы Но я, знаете, я вам сейчас тоже дам полезную информацию Максим Константинович Колесников Мною бы гордился Друзья 8909-928-189-9 Ватсап, вайбер, смс-сообщение Если у вас есть какие-то вопросы По поводу хоккея Обязательно пишите Я напомню, что в гостях у нас Корреспондент издательского дома Спорт Экспресс Михаил Зислис Он с удовольствием ответит на все ваши вопросы Если он, конечно, их поймет Так что формулируйте правильно Ну смотрите, мы обсудили уже тренеров Мы обсудили игроков, которые могли бы приехать Но не приехали Миша, давай обсудим тех, кто был на самом деле на площадке Вот, например, хотелось поговорить о капризове Его же называли Я проще скажу Его так грамотно и технично закрыли Что его не было видно практически Вот в последних матчах Там трех-четырех Ты вообще на чемпионате Как-то не особо проявил себя, да? Потому что Ну после олимпийских игр Все говорили, что это реально новая звезда Это человек, который будет мочить всех И этого не случилось Я думаю, олимпийские игры Они хороши были для него Тем, что они создали ему рекламу Показали, что он действительно талантливый парень На международном уровне И сейчас он играл неплохо на групповом этапе Но когда были решающие матчи В том числе тоже в группе С сильными соперниками Выяснилось, что все-таки он зависим от партнеров Он играл с Никитой Гусем и Павлом Доцухом Все-таки Павлу уже под 40 Ему тяжело выдерживать темп, уровень Конечно, у него голова, руки остались Но уже он, конечно, движение потеряно Ноги не те И выяснилось, что Капризов, он зависимый игрок И, конечно, решающий матч сыграл он не очень С канадцами чертфинал, на мой взгляд, вообще завалил И удалился он как раз в овертайме Когда и забили гол, собственно Да, причем такое необязательное совершенно удаление Да, ему всего 21 год Но с учетом того, что он и в ЦСКА Последние полгода, где-то начиная с января Играл не очень То есть у него в сборной как раз Играл гораздо лучше Он забивал Но, мне кажется, уже пришло время Когда надо с него спрашивать по полной программе Да, это был первый чемпионат мира для него в карьере Какие-то вещи не получились Ну, я думаю, что Если человек поймет, в чем он был неправ Я знаю, многие его коллеги защищают Но это же первый турнир Ну, типа, Олимпиада это не серьезно А вот здесь были инхэловцы Ребята, надо ему сказать, что Значит, Кирилл, извини Ты не показал себя Значит, должен больше работать Думать о своей игре Как-то развиваться Он, конечно, парень хороший, приятный Он все понимает Ну, теперь посмотрим, что он покажет в следующем году Это, в первую очередь, важна И вот интересно нам, журналистам Реакция игрока вот на все эти вещи А как же вот это вот Искать подход? Вот, к сожалению, в ЦСКА К нему не находят подход Не используют его сильнейшие качества Играет ЦСКА в достаточно примитивный хоккей И он там не развивается как нападающий Как игрок не растет И было видно это на контрасте Когда он приезжал в сборную Там другие тренеры Там другие партнеры И они его сильные стороны задействовали И да, не получилось Но я надеюсь, как спортсмен Вот вспомнит эту знаменитую фразу Все, что нас не убивает, делать сильнее И в следующем году он будет сильнее И сможет что-то делать сам Пока он очень зависим от партнеров При этом, конечно, талант никуда не делся И будем надеяться, что вот через это прошли многие хоккеисты И все наши звезды НХЛ нынешние У них были тоже неудачные моменты Но все справлялись и прибавляли Я надеюсь, что он тоже прибавит в следующем году Ну давайте вновь сделаем небольшой перерыв Друзья, это программа «Страна и о спорте» Здесь, на телерадиоканале «Страна ФМ» Очень скоро к вам вернемся Эх, лето, не кончайся Вот что такое с погодой происходит Ведь именно в такую погоду А, кстати, нет, наоборот Не в такую погоду, а в солнечную погоду Хочется говорить о хоккее Хочется выигрывать в хоккее Потому что хоккей – такая морозная игра Правильно? Ты одна из немногих девушек Которой хочется в любую погоду говорить о хоккее Все странно Но похвально, между прочим Хочется говорить о солнце Михаил Зислис у нас в Гастинг Да, да, да Я просто вот хотела спросить Но вот получается такая очень строгая конкуренция А молодняк-то какой-то сейчас подрастает Который в следующем году Вот вообще совершенно новые имена и фамилии придут И всех нас удивят Ну вот капризов молодняк 21 год Куда же моложе? Ну он же вот уже вроде как Вот сейчас куда-то не попадет Уже не первый год Да, я с тобой соглашусь Появился хороший парень в Челябинске Он сам из Владивостока Коровцов Совсем молодой 99-го года рождения Но в остальном я бы сказал Что пока бедновато на таланты Днем с огнем, да, получается? Мы смотрим на футбол Там совсем все плохо Просто мы все-таки оцениваем Не просто хороший, плодливый игрок А есть ли у него потенциал быть мировой звездой? В футболе мы про таких вообще не говорим А в хоккее все-таки есть Но пока много вопросов Есть интересный парень Он играет в Нью-Йоркской лиге Канады Это Андрей Свечников Он на драфте «Инхэл» будет выбран высоко И он будет в следующем году Там на 95% уже играть в «Инхэл» Ему сейчас 18 лет Интересный парень У него старший брат играет в фарм-клубе «Детройт» И за «Детройт» играл Он будет играть там, а не здесь Грубо говоря, всего две фамилии пока Ну, слушай, это нормально Остальные подрастут Ты не торопись Я не тороплюсь Нет, я просто хочу, так сказать, застать Еще на своем веку Вот эти вот победы все громкие По поводу футбола сказали Я вспомнила Сейчас же к чемпионату мира В Москве продаются совершенно умилительные вещи Вы знаете, такие шарфики болельщика Написано «Молодцы!» И второй шарфик в комплекте Все равно «Молодцы!» Поэтому, да, вот не надо Заранее Ниш, я хотел вернуться все-таки к капризу Вот к тому роковому удалению Да, задержка клюшка Если мне память не изменяет была Все-таки Но ведь игрок не упал И, ну, понятно, что судья По факту должен свое дело делать На все 150 права Но согласись, что в принципе Можно было там и не удалять капризово Уж не такое грубое нарушение было Хотя, фактически Я согласен Но последние годы есть тенденция Именно карать Не то, что жестко А жестоко Именно за такие зацепы Он был откровенным В том плане Что он был на глазах судьи И вот я на повторе смотрел Он действительно помешал человеку Сделать передающий Или бросить поворотом Это было Ну, настолько откровенно И поэтому, когда Представители сборной Там и тренер И президент федерации Говорили, что мы не поняли Это удаление Ну, ребята, простите В финале Олимпиады Удалили немца Там тоже можно было сказать Ну, удаление Ну, да, задел Зачем такое давать Там же он не убивал Никого Тем не менее Правила есть правила Никто про это не вспомнил Мы реализовали большинство Капризов забил Мы олимпийские чемпионы Здесь, наоборот Ну, я думаю, что все-таки Это вина игрока И кто надо Я надеюсь, ему на вид поставил Ну, да, здесь совершенно другая история Надо играть ответственно Есть такая песня По-моему, Чаев Да, не дай мне повод Я всегда вспоминаю Вот Фразу из этой песни Дай мне повод И вот не надо давать повод Ну, собственно, что он и сделал Так, ребята, нам нужен повод, чтобы прерваться Да, две-три минуточки, друзья Мы снова к вам вернемся Это программа «Страна о спорте» на «Стране ФМ» Страна ФМ и «Страна ФМ» и «Страна ФМ» представляют Стране о спорте Лайф Без любви и без спорта жить нельзя И это мы знаем вот просто на 100% Поэтому у нас каждый вторник с 10 до 11 Стране о спорте в гостях У нас сегодня Михаил Зислис Корреспондент издательского дома «Страна ФМ» и «Страна ФМ» И вот прямо вот когда последний выход выясняется Что так многое нужно спросить Да-да, я хотел спросить, Чем, Миш, знаешь о чем? Ну, вот два вопроса, которые я все время читал Издей в прессе и в интернете Первый, по поводу удаления, которое мы обсудили Да, обязательно оно было или нет Надо было удалять капризов или нет А второй, почему не Кошечкин? Да Я до сих пор этого не могу понять Потому что я прекрасно знаю тренера вратария Рашида Давыдова Я с ним знаком 10 лет И когда он пришел в сборную Было очень строгое распределение всегда Есть первый номер, который играет ключевые матчи И играет с самого начала турнира Есть второй, которому дадут 2-3 игры в группе Ну, 3 даже нет, 2 И он там должен быть готовым всегда подстраховать основного Можно сказать, что раньше приезжали вратарь из НХЛ И там было очень четкое распределение А здесь нет такой разницы между Кошечкиным и Шестеркиным Многие коллеги мои считают, что Шестеркин уже сильнее Я сомневаюсь И вот для меня непонятно, кто первым, как говорится, сказал мял В тренерском штабе давайте ставить Шестеркина Потому что ни с одним серьезным соперником по ходу турнира он не играл То есть надо готовить Четвертьфинал ты никогда не играл на таком уровне Ну, только если не брать молодежный чемпионат мира И тут его ставят, говорят, что да, он подвижнее Ему проще будет подстроиться под канадцев Но с канадцами-то он последний раз играл, мне кажется, на молодежном уровне Ну, я не беру там, может быть, где-то играл на Кубке Первого канала Но это не та Канада была До сих пор я не могу понять Все говорят общее решение, но ведь вы знаете, да, когда говорят У нас все общее колхозное, значит, ничего И когда все так, представители тренерского штаба говорят, что это общее решение Значит, просто все постфактум боятся взять ответственность Потому что понимают, что Шестеркин, что бы ни говорили Сыграл не лучший матч И он не вытащил, когда было надо Может быть, и Кошечкин пропустил эти все шайбы Мы не знаем Но мы в него верим Но постфактум мы бы не говорили просто, да Но я считаю, и я думаю, что там, ну не знаю, кто первым сказал мяу Да, для меня загадка Зачем, почему, но я думаю, это фактор сказался Слушай, ну по поводу нашей команды все, в принципе, уже понятно Скажи, пожалуйста, были ли какие-то сюрпризы в плане команд вообще других сборных на чемпионате мира? Вот команда Швейцарии Все ли эксперты ожидали, что она дойдет до финала? Да никто не ожидал Это так же, как сборная Германии на Олимпиаде Да, Швейцария пять лет назад уже была в финале И тоже проиграла шведам На этот раз вообще зарубилась И дошла до буллитов И у Вертами там был супермомент У Фиалы Когда там он бросал там с двух метров Вратарь выручил Никто не ожидал Там крепкая команда Там приехало игроков из НХЛ Больше, чем, кстати, к нашей сборной Семь человек, у нас было шесть Там пара человек просто неплохих А защитник есть Йоси, это вообще звезда НХЛ То есть у нас такого защитника в сборной не было Такого уровня И, конечно, в Швейцарии за последние лет 20 Она все-таки постепенно подбирается к топ-сборным И она может выстреливать И она на Олимпиаде обыгрывала Канаду Ну, там, еще в 2006 году То есть ту Канаду очень круто и мощно Поэтому, что, конечно, что это прямо дикая неожиданность Ну, конечно, если брать то, что было в последние годы, да Но потенциал там всегда есть на это Ну, а еще удивила Канада, которая сыграла плохо У них был лучший игрок мира, на мой взгляд, Макдевит Но не удивили шведы, которые второй год подряд стали чемпионами мира Ну, там сколько игроков хороших игроков Время заканчивается на смеш Михаил Зислис был у нас в гостях Корреспондент из Дальского дома Спортэкспресс Большое тебе спасибо Приходи к нам еще, пожалуйста Вам тоже спасибо за приглашение Но теперь, я думаю, что где-то до осени Ну, и значит, очень замечательно Все, друзья, мы с вами тоже прощаемся Валерия Майорова И Влад Кутузов Вернемся к вам утром завтра в 7 утра Пока-пока